23 февраля этого года произошло такое небольшое событие. Я пришел в компанию абсолютно незнакомых мне людей и услышал там, как они обсуждают сложившуюся в стране ситуацию. Им виноваты абсолютно все. Причем все, кто управляют, с одной стороны виноваты, а все остальные, которые в их словах оказались терпилами, виноваты с другой стороны. Мне это показалось настолько неправильным, что я сочинил стихотворение. Называется оно «Герой с пометкой, когда все». Итак, случаи бывают разные. Дорожные споры, случайные встречи, простые разборы и пылкие речи. Инфант ли молчащий или желчный сангвиник, руками кричащий и солнечный лирик. Кто ждет за углом, готовит ли маску, береть на пролом или выдумать сказку. Увидишь глаза, ответы найдутся. В тот миг голоса с душой разойдутся. Слова будут лгать в угоду смотрящим. Язык помогать казаться неспящим. Вокруг остальные терпилами станут. И нервы стальные в словах вдруг проглянут. Вот так. Живут вокруг нас сотни взрослых мальчишек, тянущих в нору серых крашеных мышек. Кричат громче бати слова козырные. Все чаще не кстати, но очень лихие. Все. Точки расставим. Вопрос задаем, ответ получаем. Мы всех подождем. Так и в ситуации 23 февраля я задал вопрос. Ты что ли взялся за вилы? Или может быть ты взялся за вилы? Никто за вилы не взялся. Никто ничего не делает. Просто всем виноват какой-то один конкретный человек. И делать никто ничего не собирается. Всем, все должны. Этим стихотворением, этим видео я хочу призвать вас сделать очень важный шаг. Друзья, есть такой поэт Эдуард Асадов. Великий человек по величине, по тому, насколько сильные у него стихотворения. Я бы его сравнил с Владимиром Высоцким. Ну, по крайней мере, для меня этот человек настолько велик в своих стихотворениях. У него есть великолепное стихотворение. Называется оно «Трусиха». Я хочу его экранизировать. К сожалению, до сих пор нету такой короткометражечки о том, как молодая пара гуляет по набережной. И как только наступают сумерки, темнота, появляется два каких-то незнакомых человека, которые нападают на них, пытаются отобрать у них драгоценности и деньги. Что дальше происходит? Это нужно смотреть. Это просто эпично. Это нужно снять. И для меня это вторая несправедливость. Первое – это то, о чем я написал стихотворение. А вторая несправедливость в том, что это стихотворение до сих пор не отснято. И поэтому я сего сегодняшнего дня начинаю сбор команды. Это будут и люди, которые снимутся в видеоролике. И девушка, которая гуляет с парнем, с сильным пловцом, который способен переплыть Днепр. Пловец, который сможет переплыть Днепр, не побоится этого. Мне понадобятся, ну, естественно, два хулигана, которые нападут на эту пару. Это будут и операторы, и кто умеет свет правильно поставить. Если у нас получится с квадрокоптера снять нашу набережную, многострадальную, я не назову ее великолепной, пока. Пока, может быть, мы сможем это с вами и исправить. Должна получиться великолепная команда, которая снимет великолепный клип, который понравится всем в Смоленской области. Но это не конечная цель проекта – экранизировать произведение Эдуарда Осадова. Конечная цель – обратиться к молодежи. Друзья, хватит снимать в ТикТоке всякую фигню. Снимите лучше нас. Снимите так же, как и мы. И в этот момент в нашу команду должны уже подключиться огромное количество предпринимателей и просто неравнодушных людей, которые без помощи государства. Зачем нам это государство? Мы сами можем собрать прекрасный призовой фонд, который разыграем среди молодежи, которые снимут новые клипы, сочинят новые стихи. Каждый год у нас в городе проходит фестиваль «Золотой Феникс». Туда приезжают и артисты, и режиссеры. Это фестивали кино. Может быть, оттуда появится какое-то великолепное жюри, которое прямо посмотрит и с профессиональной точки зрения оценит, кто лучший. Но даже и дело не в победе, дело не в том, кому достанется. Просто я очень хочу с сегодняшнего дня стартовать вот такой флешмоб Смоленской области по съемке, по чтению стихов, по записи краткометражных фильмов. Продолжение следует... Это монетизация канала и запуск большей части средств от монетизации рекламы на канале. Запуск в какие-то социально значимые сферы проекты Смоленской области. Все, друзья, всех жду. Жду от вас всех поддержки. Всем пока. С вами был «Последний пионер». Меня зовут Усов Алексей. Продолжение следует...